Разведчики Северного флота готовятся продемонстрировать свое профессиональное мастерство на всеармейском конкурсе отличник войсковой разведки. В настоящее время военнослужащие проводят усиленные тренировки на полигоне в Печенге. О том, какие нормативы необходимо выполнить лазутчикам на оценку отлично, расскажет Андрей Бусыгин. Задачей противник силами до мотехотного взвода отступает, навести огонь с целью уничтожения противника. Тренировки разведчиков организованы поэтапно и включает в себя весь комплекс нормативов, которые должны сдавать военнослужащие разведывательных подразделений в процессе боевой учебы. Это стрельба из всех видов штатного оружия, вождение боевой техники по пересеченной местности, десантирование, тактическая маскировка, метание ножа, метание пехотной лопатки и ручной гранаты на точность и эффективность. Тропа разведчика – один из сложнейших этапов конкурса. Подразделению в полном составе необходимо преодолеть более 20 препятствий на полосе длиной 800 метров. Помимо этого участникам предстоит совершить марш-бросок на 5 километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. Тренировки у разведчиков проходят ежедневно, ведь задача у них одна – быть первыми. Да, ежедневно, еженедельно мы проводим тренировки. Есть своя программа, по которой мы занимаемся и строго соблюдаем ее. Есть определенные часы, которые мы должны выполнить, чтобы подготовить солдат. На данном стрельбище отрабатывали вопросы, ну, то есть такие вопросы, как полоса препятствий с элементами морально-посилогического воздействия. Данная полоса отрабатывается с целью максимально приблизить к боевой обстановке. Так же, как мы готовимся ко второму этапу конкурса на лучшего разведчика, готовимся с целью победить. Ну, я думаю, что мы точно победим. Чтобы заслужить право представлять Северный флот в финале всеармейского конкурса, разведчикам для начала предстоит выиграть соревнования по профессиональному мастерству в мае этого года. Их, к слову, разделили на пять этапов. Десантирование и совершение марш-броска, прохождение тропы разведчика, соревнования механиков-водителей, стрельба и выход разведывательного отделения в район сбора. После выполнения задачи.